МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Болеть дорого! Сегодня Березняковская прокуратура огласила результаты проверки аптек. Кто наведет порядок в сфере ЖКХ? 30 домов в Березняках остались без обслуживания. Прогнозы оптимистичны. Глава Березняков провел совещание с промышленниками. Сегодня обратила внимание на то, как удивительно ведут себя на дороге некоторые водители. Многие подают сигналы о своих маневрах в момент, когда уже их совершают. Хотелось бы попросить таких водителей быть более вежливыми и готовиться к поворотам заранее. А мы готовы рассказать о событиях, произошедших сегодня в нашем городе. Это новости на ТНТ в студии Елена Вавилова. Здравствуйте! Как выяснилось, повышение цен на лекарства в рамках закона сегодня сотрудники Березняковской прокуратуры огласили результаты проверки аптек, в которых цены резко увеличились. За голову березняковцы взялись в конце декабря, когда цены на самые востребованные лекарства выросли в 2-3, а некоторые и в 10 раз. Безусловно, важную роль сыграл резкий скачок иностранных валют. Но это на импортные лекарства. Почему же наравне с этим отечественные производители медикаментов подняли цену? Этим вопросом озадачились не только горожане, но и прокуратура, которая вышла с проверками по аптекам. Особое внимание при проверке уделялось ценообразованию, а именно уделялось особое внимание препаратам, которые входят в перечень жизненно важных и необходимых лекарственных средств. В данной сфере нарушений не выявлено. Данные проверки в сфере здравоохранения аптечных учреждений будут продолжаться. На сегодня проверено только 5 аптек города. Остальные подвергнутся тщательному анализу со стороны прокуратуры в ближайшее время. Кстати, ознакомиться со списком жизненно важных и необходимых лекарств можно на сайте Пермского здравоохранения. А уже на следующей неделе ценники посчитают в продовольственных магазинах. Ведь и там новые цены на большинство продуктов, мягко говоря, неприятно удивляют горожан. Оптимизм в эпоху кризиса. Накануне березняковский глава Сергей Дьяков провел совещание с руководителями крупнейших предприятий города. На встрече с промышленниками мэр отчитался о работе, проведенной местной властью за прошлый год, а также озвучил планы на год предстоящий. На городском совете директоров побывал Дмитрий Сидельцев. Расскажу то, что нам удалось сделать в 2014 году в городе. По словам мэра, главной проблемой, которую пришлось решать в прошлом году, стало переселение людей из потенциально опасной зоны. Ажиотаж начался после заявления ученых о возможном возникновении провала в районе панели переходного периода. Решение о выкупе домов жителей так называемого дворянского гнезда в конце года было все же принято. Но судебные тяжбы между городом и горожанами продолжаются по сей день. Суд принял решение по цене нашей, потому что посчитал, что цена более корректная. Но мы пойдем в арбитраж, потому что судебное решение для нас не совсем понятно. Выплатить компенсацию, но не изъять с жилье. Мы не понимаем этой формулировки, поэтому будем просить арбитражный суд, чтобы они уточнили, что это за решение. Между тем, переселение в Березняках ожидают 12 тысяч человек, живущих в аварийном и ветхом жилье. И здесь речь идет уже не о выплатах, а о предоставлении нового жилья. Строительство нового района на правом берегу Камы уже началось и должно закончиться через три года. Запланировано строительство порядка 270 тысяч квадратных метров жилья, плюсом порядка 30 тысяч квадратных метров это коммерческие, торговые площади, со структурными в виде аптек, скажем так, отделение банков. Ну, все, что необходимо для комплексного освоения. Сжатые сроки реализации проекта пермские чиновники считают реальными. Ускорить процесс надеются с помощью крупнейших строительных компаний края. А горький опыт затянувшегося начала строительства относит к проблемам выбора места застройки. Пришлось проводить оперативно дополнительные мероприятия по стабилизации грунтов. Туда закачано достаточно большое количество цементных растворов. Грунты все укреплены. Дома эти будут стоять при 8-9 балльных, наверное, землетрясениях, устоят, никуда не денутся. Говоря о планах на будущий год, городские власти не забыли и о тех, кто останется жить в старой части Березняков. В 2015 году планируется масштабный ремонт городских дорог, а также и реконструкция центрального парка. Кстати, некоторые нововведения наших чиновников в сфере благоустройства города приняли на ура и в краевой столице. Узнаю из интернета интересную историю, что Пермь тоже хочет создать муниципальные предприятия по блоку города. Мы его в течение 2014 года практически создали, купили технику, успели еще до этого кризиса. И, к слову, при всей оптимистичности планов, упоминание об экономическом кризисе звучало на Совете директоров неоднократно. А при активном взаимодействии промышленников и власти у города есть шанс избежать больших потрясений, заявил Березняковский глава. Непростое время, да, непростой год, но у нас огромная просто вера в ту силу, которая есть здесь в людях, да, и огромная вера, что нам просто повезло, что у нас еще и такая промышленность мощнейшая в городе. Дмитрий Сидельцев, Александр Зибзеев, новости на ТНТ. Шаг вперед, два шага назад. Успехи в благоустройстве нашего города компенсируются беспорядком в жилищно-коммунальной сфере. На сегодня порядка 30 домов в Березняках остались без обслуживания. На Совете директоров вскользь упоминалась и эта тема. Дмитрий Сидельцев решил разобраться в этом вопросе подробнее. Есть варианты создания там управляющих компаний муниципальных. Варианты есть, но нам они пока неизвестны. Приблизительно так продолжили вчерашнюю реплику главы Березняков представители Управления городского хозяйства на сегодняшней пресс-конференции по проблемам ЖКХ. Что касается создания муниципальных управляющих организаций, я, к сожалению, вам на данный вопрос ответить не могу. Планируется или не планируется. Возможно, если Сергей Петрович об этом говорил, лично было бы мне задать этот вопрос. Мне, к сожалению, об этом пока ничего неизвестно. На сегодняшний день мы пока нет, не планируем. Не знаем, как будет дальше. Потому что на сегодняшний день создание муниципального предприятия не видится довольно радужно. На сегодняшний день вот пока с таким действующим законодательством, но, может быть, это мнение управления городского хозяйства, мы считаем пока нецелесообразно. Брать под крыло муниципалитета дома, от которых отказались частные компании, нецелесообразно по одной причине. Ненужными они оказались из-за большого количества в них неплательщиков. Обслуживать должников невыгодно ни частникам, ни городу. А если не обслуживать, а просто иметь на балансе, то после лицензирования можно и вовсе лишиться бизнеса. Я хочу сказать на горьком опыте, что за пять лет, которые мы на рынке существуем, мы около 8 миллионов, на 8 миллионов, подали исков на граждан, которые у судебных приставов. Из них только около 3 миллионов были изъяты, вернее, изысканы. По словам представителей управляющих компаний, многие горожане до сих пор не поняли, что жилье – это их собственность, которую нужно содержать. В этом непонимании и кроется корень всех проблем. И собирали мы собственников, и проводили мы собрания, и предлагали им услуги разных управляющих организаций. Объясняли, мотивировали. Причем встреча была не одна, собрание было не одно. И, поверьте мне, выходят на моей конкретной челюстской системе, выходило два человека. Получилось какому 26 не вышло ни одного человека. В итоге около 30 домов в Березняках остались без обслуживания управляющими компаниями. Между тем, даже в проблемных домах есть немало добросовестных плательщиков. Как этим людям обеспечить себе конституционное право на достойные условия проживания? Ответ на этот вопрос дал министр строительства и ЖКХ Михаил Мень на заседании правительства России. При этом мы не допустим, чтобы появились так называемые брошенные дома. Если на место недобросовестной управляющей компании вот сразу в ближайшее время не находится другой компания, которая берет ответственность за управление этим домом, то берет ответственность на себя местная власть. В муниципалитетах в большинстве такие управляющие компании муниципальные есть, и регионы готовы справиться с этой задачей. И оказалось, регионы действительно готовы. Например, в Перми создана муниципальная управляющая компания «Моторостроитель». Возможно, местным чиновникам стоит перенять опыт хозяйственников из краевой столицы, не побоявшихся войти в этот бизнес в период лицензирования. Дмитрий Сидельцев, Лев Собуров. Новости на ТНТ. Продолжу выпуск. Попытался дать денег и выйти из воды сухим. Не вышло. Полицейские возбудили уголовное дело по поводу попытки дать взятку инспектору ДПС. На днях у 108 дома на улице Ломоносова сотрудник ДПС остановил пьяного водителя. Для того, чтобы не лишаться прав и не платить штраф размером в 30 тысяч рублей, 33-летний мужчина попытался дать дорожному полицейскому взятку 2000 рублей. В настоящее время Березняковским следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении мужчины. Его действия расценены как попытка дачи взятки должностному лицу при исполнении. А накануне вечером сотрудники полиции отчитались перед жителями города о проделанной работе. Участковые рассказали о раскрываемости преступлений, работе с неблагополучными семьями и непосредственно профилактике преступлений за четвертый квартал минувшего года. Такие встречи проводятся раз в три месяца во всех участковых пунктах города. Сейчас все больше внимания уделяется взаимодействию полиции с населением, а также оценке работы хранителей правопорядка со стороны граждан. Именно на таких собраниях горожане могут выслушать отчеты полицейских, а также дать свою оценку их работе. Эта встреча проходила в участковом пункте полиции под номером 6, что на Черепаново, 18. Началась она с отчета участковых о проделанной ими работе за четвертый квартал 2014 года. Затем полицейские предложили высказаться всем, кто пришел. Серьезных претензий к служителям правопорядка у жителей этого района не было. Возможно, те, кто недоволен работой своего участкового, просто не смогли прийти навстречу. Главный вывод, который можно сделать, что тех людей, хотелось бы подчеркнуть, чтобы пришли именно самые неравнодушные люди, которые проживают на этом участке. Вот именно этих самых неравнодушных людей работа полиции в целом устраивает. И в завершение выпуска немного спортивных новостей. В Березняках полным ходом идут игры на первенство города по волейболу среди школьников. Уже завтра начнутся полуфинальные и финальные соревнования у девушек. А на одной из игр первенства побывала и наша съемочная группа. В первенстве города по волейболу участвуют 10 женских команд в возрасте от 12 до 17 лет. Сегодня играли девчонки из второй школы и 22-й. Это команды-фавориты, которые все соревнования буквально наступали на пятки друг к другу. Они не допустили ни одного проигрыша. И вот сегодня игроки выяснили, кто же из них настоящий мастер мяча. Валерия Новожилова учится во второй школе. В мире волейбола девушка восьмой год. За это время не раз ездила как на краевые, так и на всероссийские соревнования. Даже имея такой опыт за плечами, Лера относится с опаской к сегодняшней непростой игре. Ну, все соперники сильные. Они, да, сильные, мы тоже сильные. Мы должны, конечно, выиграть. Нам не надо, как я так сказала. Мячка круглый, как бы все, ну, как мы всех победим. Команде, в которой играет Лера, 4 года. Что интересно, команда соперников была собрана специально для этого первенства. Многие девушки из 22-й школы давно забросили волейбол. Им приходилось буквально на ходу вспоминать, как играть. Но не Александре Бородкиной. Так уж получилось, что Александра сегодня играет против своей же команды из второй школы, где она сейчас тренируется. Когда вот у нас закрыли команду в школе 22-й, я пришла во вторую команду. Я как бы не состою и играю в ней. Ирина Балаева, главный судья соревнования, ценила силы этих команд. Скажу по секрету, в становлении одной из них она до сих пор принимает участие. У кого характера больше хватит? Ой, команда обе сильные, обе равные. Команду обе сильные. Вот по силам. Там у кого психологические устойчивости больше будет. У кого хотелось бы, чтобы у второй школы, конечно, я как учителю физической... Сегодня играли две партии. Обе закончились с небольшим преимуществом в пользу команды из 22-й школы. А их конкурентки ничуть не расстроились. Они также вышли в финал, который состоится завтра. Сергей Каленик, Александр Зибзеев. Новости на ТНТ. А я прощаюсь. С вами была Елена Вавилова. Всего доброго и спасибо, что нас смотрите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова